Приветствуем! Возникла необходимость в автономном источнике света с датчиком движения. Его мы будем делать на базе светильника, который мы уже монтировали и о чем выкладывали предыдущее видео. Светильник будет иметь три режима работы. Выключено постоянное свечение и включение света через датчик движения. В связи с необходимостью срочной сборки вопрос красоты и дизайна не стоит. Модернизирован наш базовый светильник еще и возможностью подвеса. Для этого берем обычную стяжку, которая элементарно крепится к батарейному блоку через его отверстие. Лишнее обрезаем. Крепление для подвесок готово. На светодиодных модулях с обратной стороны двухсторонний скотч, что позволяет их крепить на любую поверхность. Клеим светодиодные модули на батарейный блок. На двухсторонний скотч клеим датчик движения. При помощи клеевого пистолета крепим трехполюсной переключатель. С соблюдением полярности подключаем выводы диодного модуля к датчику движения. На средние клеммы переключателя паяем питание от батарейного блока. Также паяем к переключателю контакты диодного модуля. При подключениях и пайке соблюдаем полярность всех частей светильника. Присоединяем питание к датчику движения и паяем его к переключателю. Все, сборка готова. Перед проверкой выставим датчик времени на минимум. Переключатель выставляем в положение «выключено» и вставляем аккумуляторы. Проверяем постоянное сечение. Работает. Первое положение переключателя – это постоянное сечение. А второе – это включение светодиодов через датчик движения. Проверяем. Датчик движения отключил устройство. Проводим рукой и светильник включается. Проверяем при подвесе и выключенном свете. Светильник сработал при входе на кухню из коридора. По прямой же устройство срабатывает с расстояния до 7 метров. Для упрощения и удешевления подвешивания светильника мы его подвешиваем на обычный кухонный крючок для рейлинга. Всем добро!